Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет и продолжаем читать первую маковийскую книгу. Сегодня у нас 11 глава, и читаем мы эту книгу в замечательном переводе под редакцией Нины Владимировны Брагинской и Анны Ильиничны Шмайна-Великановой. Итак, глава 11. «Между тем царь Египта собрал войско, многочисленное, словно песок на морском берегу, и множество кораблей, и попытался хитростью овладеть царством Александра и присоединить его к своему царству». О чем здесь речь? Огромная сельфкидская империя раздирается тем обстоятельством, что разные люди постоянно претендуют со теми или иными основаниями на престол, на господство над этим государством. И вот на данный момент, совсем недавно, победив своих соперников, власть захватил Александр, пытаясь сделать свое положение более прочным, более надежным. Он заключил такой мирный договор, о чем мы читали ранее в предыдущих главах, с египетским царем Птоломием. И даже этот договор был подтвержден династическим браком. Царь Египта отдал свою дочь Клеопатру за Александра. И теперь Птоломей думает, а не захватить ли мне, кроме той части империи Александра Македонского, которая и так мне принадлежит, кроме Египта, а не захватить ли еще и власть над, собственно, сельфкидской империей? И вот он собирает войско, многочисленное, как песок на морском берегу. Очень характерное для Библии выражение. Это один из таких маркеров, который показывает, что вот эта книга, казалось бы, чисто историческая, на самом деле библейская, и ее значение больше, чем чисто историческое. Вот это очень такое характерное библейское выражение. Словно песок на морском берегу, это значит просто очень много. Когда-то Господь Аврааму сказал, что я от тебя произведу потомство, как песок на морском берегу и как звезды на небе. И еще во многих-многих других местах священного писания это выражение употребляется. И вот царь Египта собирает такое войско и отправляется в Сирию с мирными предложениями, пока не с войной. Он хитро идет, и жители городов открывают ему ворота. Выходили ему навстречу, поскольку был приказ царя Александра встречать его, как царского тестья, а Птоломей, входя в город, оставлял в каждом городе войсковую стражу. Вроде бы как он мирно идет по дружественной территории, он родственник царя, тесть царя, его дочь выдана замуж за царя Александра. И вот он входит в города, всюду его приветствуют, но всюду он оставляет какие-то гарнизоны, состоящие из подчиненных ему воинов. Когда же он приблизился к азоту, ему показали сожженное святилище Дагона, разваленные азоты его предместий, брошенные трупы, обгорелые тела сожженных во время нападения. Их грудами свалили на его пути. И рассказали царю осадийным Ионатанам, чтобы тот осудил его. Царь хранил молчание. Затем Ионатан устроил царю пышную встречу в Иопе. Они приветствовали друг друга и заночевали там. Ионатан дошел с царем далеки, называемый Эл-Эффер, и возвратился в Иерусалим. И вот при этом столкновении таких двух огромных империй, Птоломей хитростью начинает нападать на селевкидов по дороге Иудея, по дороге Израиля. И Птоломей приближается вот к этому городу Азот, где так недавно еще были боевые действия. Какие-то люди пытаются настроить его против Ионатана. Кто такой Ионатан? Ионатан — это один из маковейских братьев, сын Мататтия, который на данный момент возглавляет Израиль как священник и фактически как царь. Кто-то пытается настроить Птоломея против Ионатана, говорит, что Ионатан виноват в жестокостях, в тех боевых столкновениях, которые недавно происходили в этих местах. Но это не получается. Птоломей мирно и дружественно встречается с Ионатаном в Иопии, как здесь говорится. Что это за место? Это практически современный Тель-Авив. В современном Тель-Авиве есть такой район, который называется Яфа. Иногда через черточку говорят Тель-Авив-Яфа. И вот эта Яфа в те времена произносилась как Иопия. Это место, которое еще не раз мы встретим в Священном Писании. И апостол Павел бывал там в Иопии. Там зародилась одна из первых христианских общин. Там была воскрешена Тавифа, такая христианка, которая умерла. И вот вновь ее по молитвам апостола Господь вернул к жизни. Но сейчас это место, где встретились Ионатан и Птоломей. Ионатан устроил царю пышную встречу в Иопии. Они приветствовали друг друга и заночевали там. Ионатан дошел старем до реки, называемой Элефер, и возвратился в Иерусалим. Между тем, царь Птоломей овладел городами на морском побережье, вплоть до Приморской Селевкии, и замыслил против Александра злодейские умыслы. Он отправил послов к царю Деметрию, сказав, «Приходи сюда, заключим между собой союз. Я отдам тебе мою дочь, которая была замужем за Александром, и ты станешь царствовать в царстве твоего отца. Я раскаиваюсь в том, что отдал за него свою дочь, ведь он попытался убить меня. Так порочил он Александра, потому что сам жаждал его царства. И отняв у него свою дочь, он отдал ее за Деметрия, порвал узы, связывавшие его с Александром, и вражда их сделалась явной». Ну, нужен какой-то предлог, чтобы напасть на союзника, на друга. И вот Птоломей объявляет, что Александр, оказывается, заговорщик, ворщик, хотел его убить. И разные историки по-разному об этом говорят. Но вот, видимо, автор первой Макавейской книги какого-то собственного мнения не имел по этому поводу. То ли это был просто выдуманный предлог, то ли действительно был такой заговор, и была попытка убить Птоломея со стороны Александра. Это мы не знаем. И здесь вот так очень нейтрально об этом говорится. В любом случае, брак Александра и вот этой царевны египетской Клеопатры расторгается, и Клеопатра теперь становится супругой другого претендента на престол Деметрия. Затем Птоломей вступил в Антиохию, возложил на себя венец Асии, и таким образом он возложил на себя два венца Асии Египта. А царь Александр в то время находился в Киликии, потому что тамошние жители восстали против него. Услышав о случившемся, Александр пошел на Птоломея войной. Тогда Птоломей выступил в поход, встретил Александра крепкой рукой и обратил его в бегство. Птоломей фактически воцаряется в Антиохии, возлагает на себя царский венец, кроме того, который и так он имел, кроме того венца царя Египта, который он имел, он возлагает на себя и венец царя вот этой Селивкидской империи. И Александр пытается вернуть себе престол, сопротивляется с помощью своего войска вооруженным образом, но это не получается. Птоломей выступил в поход, встретил Александра крепкой рукой. Вот еще одно такое очень библейское выражение, что значит крепкой рукой, значит с великой силой. Действовал сильно и решительно и обратил в бегство Александра. Александр бежал в Аравию, чтобы укрыться там, а царь Птоломей возвысился. Затем араб Забидел отрубил Александру голову и послал ее Птоломею. Но на третий день царь Птоломей умер, а его людей по крепостям перебили жители этих крепостей. Так в 167 году воцарился Деметрий. Фактически эта война кончается поражением обоих соперников. Птоломей выступает против Александра, громит его, но и урон, который сам Птоломей получил, очень серьезный. И, видимо, он сам лично в боях эти какие-то сильные ранения получил. Об этом говорят другие историки. Например, Иосиф Лавий некоторые подробности приводит о этой смерти. И вот Птоломей, изнемогая тех ран, которые он получил во время этой войны, вот некоторое время находился в таком очень тяжелом состоянии. И, наконец, ему привезли и показали голову его противника, Александра, отрубленную голову. И вот после этого он скончался. Как-то на него такое-то произвело действие. Александра нет, его армия разграблена. Птоломей нет, он убит, его армия фактически тоже разграблена. Вот все города, где он оставлял свои гарнизоны, местные жители перебили эти гарнизоны. Воцаряется Деметрий. В результате вот этой драки двух великих соперников, двух великих царей, приходит некто третий. И в он и дни Иоаннатан собрал людей из Иудеи, чтобы завоевать Иерусалимскую крепость, соорудил возле нее множество осадных машин. Опять автор вот этой маковейской книги переносит нас туда, в Иерусалим, который нас больше всего интересует. Что там происходит? Мы должны понимать, что происходит на международной арене, чтобы иначе нам непонятно будут вообще все эти события, что происходит вот с великими правителями. Но самое важное для нас, что в Иерусалиме, что с храмом? В Иерусалиме до сих пор находится укрепленное сооружение, где сидят воины, солдаты, враждебные по отношению к маковеям, по отношению к Иуде когда-то, теперь по отношению к Анатану. Неоднократно уже, как мы читали, пытались вожди иудейские, разные братья маковейские овладеть этой крепостью, и каждый раз по разным причинам это не получалось. И вот и Анатан, пока там происходят вот эти великие сражения, великие бои, гибнут государя, и Анатан предпринимает новую попытку овладеть этой крепостью. Он соорудил множество осадных машин, но нашлись ненавистники собственного народа, отступники, которые отправили их к царю и донесли ему, что Анатан осаждает крепость. Крепость теперь как бы подчинена Деметрию, новому селевкицкому царю. И отправились туда вот какие-то люди, которые вот нашептали, что Иоаннатан там громит твою крепость. Услышав об этом, царь разгневался. Едва выслушав, он тотчас собрался в путь, двинулся в Птолемаиду и написал Иоаннатану, чтобы тот не осаждал крепость, а как можно скорее шел к нему навстречу в Птолемаиду для переговоров. Но Иоаннатан, выслушав это, приказал продолжить осаду, выбрал нескольких старейшин Израиля и священников, положился на удачу, взял серебра и золото, одежда, много других даров, он отправился к царю в Птолемаиду и снискал он благоволение царя. То есть царь Деметрий, узнав об этой ситуации, об этой осаде, приказывает прекратить осаду, явиться вот ему куда-то навстречу. Иоаннатан часть этого указа исполняет, а часть не исполняет. Он продолжает осаду, говорит, не прекращайте эту осаду, крепость должна быть наша. И вместе с тем совершенно бесстрашно, с подарками, вот с такой дипломатии, идет туда, куда его вызвал Деметрий, чтобы с ним встречаться, договариваться и снискал благоволение царя. Вот такой смелости Иоаннатана сопутствует, смелость Иоаннатана награждена такой удачей. Конечно же, эта смелость подкреплена его молитвой, его обращенностью к Богу. И хотя некоторые отступники из народа Израиля подали на него жалобы, царь обошелся с ним так же, как обходили с ним предшественники царя. Он возвысил его перед всеми своими друзьями, утвердил за ним должность первосвященника и прочие почетные звания, бывшие у него прежде, и причистил его к разряду первых друзей. Когда-то раньше Антилох Епифан, его непосредственные продолжатели со временем воевали против Израиля, против маковийских братов, против Иуды. Но теперь Израиль доказал свою силу. Не нужно воевать с Израилем. Лучше с ними заключать мир и не тратить силы на покорение этого народа, которое невозможно покорить. Сам Бог помогает этому народу. Лучше с этим народом заключать мир и тратить силы куда-то еще. Так думают селевкидские цари. И вот Деметрий не слушает жалобы на Ионатана, закрывает глаза на то, что Ионатан не исполнил его приказа, продолжает осаждать крепость и причисляет его к числу своих военачальников, приближенных, как это здесь называется, к разряду первых друзей. Это неоднократно уже нам встречалось в Маковейской книге, что, друзья, это вот какие-то круг приближенных к царю военачальников. Затем Ионатан попросил царя освободить из налогов Иудею, а также три топархии и самолетиду, пообещав ему 300 талантов. Царь согласился. Продолжаются переговоры, уже в этот раз вот не военное столкновение, а такое скорее дипломатическое. Ионатан говорит, что мы не можем больше платить из синагоги, и твои предшественники освободили нас от этих налогов, но зато мы тебе выплатим прямо сейчас очень крупную сумму денег. Но на будущее уже, вот однократно мы выплатим, но на будущее должно быть закреплено, что Иудея, Израиль не обязаны платить никакую дань по отношению к Селевкидской империи. Царь согласился и написал Ионатану обо всем этом письмо, гласящее, «Царь Деметрий приветствует брата Ионатана и народ Иудеев. Список посланий, которые мы написали о вас, Лосфену, нашему родичу, мы посылаем и вам, чтобы уведомить вас. Царь Деметрий приветствует отца Лосфена. Мы почли за благо оказать милость народу Иудеев, нашим друзьям, соблюдающим верность к договорам, за их доброе к нам расположение. Мы оставили за ними пределы Иудеи, а Тринома, Афарейму, Лиду и Ратмин присоединили к Иудее от Самаритиды со всем, что там есть. И всем, кто приносит жертвы в Иерусалиме, мы оставим царские подати, какие прежде ежегодно царь получал с них, а именно от земных плодов и плодов древесных. И все прочее, что причитается нам из десятин и пошлин, а также соляные копии, причитающиеся нам венки, все это отныне мы им оставим. Ничего из этого не будет отменено отныне и на все времена. И поэтому позаботьтесь теперь переписать этот указ и пусть его отдадут Ионатану и поместят на Святой Горе на приметном месте. Очень важно, что это письмо не просто должно быть написано и передано Ионатану для ознакомления, оно должно быть помещено на специальные таблички и размещены должны быть эти таблички в разных местах, в том числе на Святой Горе. Что такое Святая Гора? Это, конечно же, Сион, это храмовая гора, там, где находится Иерусалимский храм. Почему это так нужно сделать? Наверняка это... Ионатану удалось договориться о том, что будет именно таким образом, потому что Ионатан прекрасно понимает, что скорость смены правителей на Селевкидском престоле очень большая, за Деметрием придет кто-то еще, после этого еще кого-то придет еще кто-то, и надо, чтобы вот как бы раз и навсегда было утверждено, что Иудея независима, Иудея не должна больше платить никаких налогов, ни соляных, ни венков, ни всего того, что до этого они платили. И увидел царь Деметрий, что земля покоится перед ним, и ничто ему уже не противится, и распустил все свои войска по домам, кроме войск чужеземных, которые он набрал с островов языческих народов. За это все войска, служившие его отцам, стали его врагами. Вот не понравилось, да, царь Деметрий счел, что настало время такого мира практически, вот больше таких вот ярких соперников нету с Иудеей, мир, все области подчиненные ему, ему покорны, и распускает войска. А войска ненавидят его за это, как здесь говорится. Почему? Потому что война — это дело, которое приносит им прибыль, война — это то, что они умеют делать, война — это то, что они любят. И когда им сказали, вы больше не нужны, все, вы можете возвращаться, куда хотите, делая то, что считаете нужным, вы ненужные больше, никто вам ничего не будет больше платить, мы сейчас прекращаем войну. Вот это им совершенно не понравилось, никто не хочет быть ненужным. И продолжает автор первой Маковейской книги, возникает новый прецедент, новый соперник, который думает о том, как бы свергнуть уже теперь Деметрия и предъявить свои права. Как это происходит? Был некто Трифон, один из прежних сторонников Александра. Он увидел, что все войска ропщут на Деметрия и отправился к Арабу и Малкуе, который воспитывал антиоха, малолетнего сына Александра. Трифон неотступно уговаривал его отдать ему антиоха, чтобы тот занял престол своего отца. Он сообщил обо всем, что совершил Деметрий, а также и о вражде, который испытывал к нему его собственное войско. Трифон пробыл там много дней. Вот есть маленький ребенок, мальчик, который является антиохом, имеет права тоже на престол селевкицкий и очень удобно, воспользовавшись именем этого ребенка, как бы сажая его на престол, самому обрести власть. И Трифон, вот видимо, какой-то очень такой мудрый, умный, хитрый человек, вот он понимает, что сейчас очень удобный момент, потому что войска отошли от Деметрия, он сам их распустил, и очень так вот негативное мнение в войсках по отношению к Деметрию. И Анатан послал к царю Деметрию просьбу убрать из Иерусалима тех, кто был в крепости, и войска из укрепленных поселений, потому что они нападали на Израиля. Деметрий послал сказать Анатану, не только я это сделала я для тебя и для твоего народа, но и славы прославлю тебя и твой народ, как только представится случай. А сейчас ты поступишь правильно, если пришлешь мне людей, которые будут воевать на моей стороне, потому что все мои войска отступились от меня. Вот такая взаимная услуга. Деметрий соглашается в ответ на просьбу Анатана убрать, наконец, вот эти гарнизоны из крепости в Иерусалиме, из каких-то других городов израильских, отвезти свои войска, то есть даст Израилю уже полную и абсолютную независимость. Но взамен Иуда должен воевать на стороне Деметрия в этой новой начинающейся войне между Деметрием и Трифоном, претендующим на престол. Тогда Анатан отправил к нему в Антиохию три тысячи отборных воинов. Они пришли к царю, и царь обрадовался их прибытию. А жители собрались посреди города, их было около 120 тысяч, хотели убить царя. Видимо, не только воины, бывшие, распущенные, оказавшиеся ненужными, ненавидели царя Деметрия, но и жители как-то были против него настроены. Царь бежал во дворец, горожане заняли улицы города и начали военные действия, то есть какой-то бунт против царя. Тогда царь позвал на помощь иудеев. Все они собрались к нему, рассыпались по городу и перебили в тот день около сотни тысяч. Хорошо вооруженные воины, израильтяне, сражаются со местным мирным населением. Они подожгли город, взяли в тот день много добычи и спасли царя. Тут жители города увидели, что иудеи распоряжаются городом по своему произволу, пали духом и вскричали, умоляя царя так, «Помирись с нами, и пусть иудеи больше не избивают нас и не громят город». Затем они схожили оружие и заключили мир. А иудеи прославились перед царем в глазах всех, кто жил в его царстве, и возвратились в Иерусалим с большой добычей». Вот такой эпизод из истории Израиля. Ну, если так вот, честно говоря, довольно неприглядный. Вот Иуда согласился выделить воинов, которые сражались с мирными жителями, бунтовщиками против царя Деметрия в роли таких вот карателей. Ну, тем не менее, эта миссия увенчалась успехом, бунт подавлен, и царь, конечно, благодарен и Анатану, и тем воинам, которых он прислал. Царь Деметрий сел на престол своего царства, и земля покоилась перед ним. Но все его слова оказались ложью. Он порвался Анатаном, не отблагодарил за оказанные ему услуги и стал сильно притеснять его. Ну, здесь вот об этом не говорится напрямую, но мне кажется, что автор первой Маковейской книги, он мог так вот оценивать эти события, что Анатан в не очень хорошее дело, скажем так, ввязался. Не надо было направлять туда этих воинов на роль карателей, не надо было воевать против этих мирных жителей. И вот такое вот может быть не очень благовидное дело, оно и приводит к не очень благовидным последствиям. Вместо того, чтобы мир укрепить с Деметрием, Деметрий начинает притеснять Анатану. Вместо благодарности, притеснения. После этого возвратился Трифон, а с ним Антиох, еще очень юный. Он стал царствовать и возложил на себя венец. Вот этот новый претендент, мальчик, Антиох, а на самом деле, конечно, Трифон, который за ним стоит. Собрались к нему все войска, которых разогнал Деметрий. Они напали на Деметрия, и тот был отброшен и обратился в бегство. А Трифон захватил зверей, овладел Антиохией. Какие-то звери. Это боевые слоны, самая такая мощная, ударная часть вот этой селевкидской армии. И затем юный Антиох написал Иоаннафану так. «Утверждаю тебя в должности первосвященника и ставлю тебя над четырьмя ноумами и быть тебе одним из друзей царя». Он послал Леонатану золотые сосуды, утварь дал ему право пить из золотых сосудов, носить порфиру и золотую пряжку. А Симона, его брат, он назначил военачальником от сирской лестницы до границ Египта. Вот вместо Деметрия уже новый приходит теперь царь молодой Антиох, а на самом деле Трифон. И этот царь тоже уже не воюется Иудеей, уже не воюет с Израилем, а стремится к миру. Подтверждает Антиох вот все те полномочия фактически царские, которые были у Анатана. И Анатан выступил в поход. Он прозвегался по другой стороне реки и по городам, и к нему в союзнике собралось все сирийское войско. Когда он вошел в Аскалон, жители города встретили его с почестями, оттуда он отправился в Газу. Но жители Газа заперли перед ним ворота. Тогда он насадил город, сжег огнем его предместия и разграбил их. Жители Газа стали просить Антана, и он заключил с ними мир, но при этом взял в заложники сыновей их сановников и отаскал их в Иерусалим. Затем он прошел страну вплоть до Дамаска. То есть по всей территории Израиля и даже куда-то дальше вплоть до Дамаска идет Ионатан для того, чтобы не было никаких частей страны, которые не подчиняются Израилю, которые какой-то сепаратный образ жизни ведут. И вот в Газе, то есть на границе Израиля, сейчас там граница, происходит столкновение. Везде Ионатана принимают с миром, а там и тогда было неспокойно, и сейчас там неспокойно, даже и в наши дни. Затем Ионатан услышал, что в Кидес, в Галилее прибыли военачальники Деметрия с большим войском, намереваясь отрешить его от власти. Он вышел им навстречу, а своего брата Симона оставил в стране. Симон расположился странным при Батсуре, много дней осаждал город и обложил его со всех сторон. Его попросили заключить мир, и он согласился, но изгнал оттуда жителей, занял город и разместил в нем крепостную стражу. Тем временем Ионатан и его отряд расположились с Таном возле воды Генессар, а рано поутру вышли на равнину Ассор. И вот отряд и наплеменников встретил его на равнине, оставив при этом засаду в горах. Сами они вышли прямо ему навстречу, чтобы затем сидевшие в засаде поднялись и вступили в сражение. Тогда все, кто был с Ионатом, обратились в бегство, и ни одного не осталось, кроме Мататии, сына Апсалома и Иуды, сына Халфи, стоявших во главе военных сил. Ионатан разорвал на себе одежды, посыпал Гогову землей и молился. И снова напав на них, он погнал их, и они бежали. Увидев это, беглецы возвратились к нему, вместе с ним преследовали врагов до Кедеса, до самого их стана, и разбили там свой стан. В тот день из имплеменников пало около трех тысяч человек, а Ионатан возвратился в Иерусалим. И вот опять мы видим то, что уже неоднократно видели на страницах этой Маковейской книги. Вот новое столкновение Деметрий, который отстранен от власти, но вот тем не менее пытается сражаться, вновь претендует на что-то. Вот теперь он нападает уже на Ионатана и опять неравные силы и многие сторонники Ионатана бегут от него, не хотят участвовать в этом сражении. Видимо, Ионатан не мог уже вот так, как Иуда вдохновлять своих сторонников. И он остается с очень малым количеством сторонников, враги превосходят. И вот в этот момент он вспоминает о том, как побеждал Иуда и молится. Он разорвал на себе одежды, посыпал голову землей и молился. И вот после этого одерживает очередную победу. И на племеннике бегут, много из них пало, а сам Ионатан возвращается в Иерусалим и продолжает царствовать в Израиле. Вот на этом заканчивается одиннадцатая глава первой Маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагитской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет. Великановой 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 Редактор Семь stimulation Продолжение следует...